Всем привет! Совсем недавно у нас на обзоре был уже один смартфон от Xiaomi, и я решил добавить к нему еще один. Встречайте, Xiaomi Mi Note 3. Аппарат, который не относится к флагманской линейке, но который, тем не менее, получил топовую внешность и сходство с флагманом Xiaomi Mi 6. На рынке модель уже довольно давно, но актуальность, ясно дело, она не потеряла. В общем, довольно разговоров, начнем обзор. А перед началом ролика, если вам нравится наш канал, то поддержите лайком и подпиской. Нам будет приятно, а вам спасибо от нас. Кстати, при покупке гаджетов в нашем магазине вы получите множество приятных бонусов. Подробности на видеошопер.ру. Итак, по традиции начнем с комплекта. И тут он аналогичен флагманскому решению от китайской компании. Внутри коробки мы видим документы, скрепку для открытия лотка, кабель Type-C, блок питания с поддержкой быстрой зарядки, переходник с Type-C на 3,5-миллиметровый и бонусом силиконовый полупрозрачный чехол. Как видите, комплект слегка расширен в отличие от недорогих аппаратов Xiaomi, но не отличается от Mi 6, о котором, к слову, мы уже снимали обзор. По внешности перед нами Mi 6 только с увеличенным дисплеем. Передняя и задняя части закрыты стеклом с нормальным олеофобным покрытием, а между ними находится металлический каркас. На задней стороне вверху расположены два объектива камер и светодиодная вспышка. Спереди над экраном имеют место датчики, разговорный динамик, фронтальная камера и светодиод уведомлений. Боковые рамки довольно узкие, а верхняя и нижняя кромки типичны для большинства аппарата середины прошлого года. Напомним, что прототип нашего героя флагман Mi 6 анонсировали еще в начале года, когда о безрамочности все только мечтали. Под экраном расположились две клавиши управления системой назад и список запущенных приложений, а между ними установлена сенсорная клавиша домой, со сканером отпечатка внутри. Клавиши, кстати, также можно настроить, как вам удобно. Переходим на торцы и тут слева расположился лоток для двух нано-сим-карт. Напомню, что смартфон, как и Mi 6, не поддерживает расширение памяти, так что пользователю приходится обходиться тем, что есть 64 или 128 гигабайт. На правой грани мы видим клавиши питания и громкости. Сверху только микрофон для шумоподавления и ИК-порт для управления бытовой техникой. На нижнем торце присутствует разъем для зарядки Type-C, разговорный микрофон и основной динамик. По эргономике аппарат весьма удобно лежит в руке, несмотря ни на самую маленькую диагональ. По сборке вопросов нет, конструкция монолитная, люфтов и скрипов не наблюдается. В продаже имеется две расцветки корпуса, синий и черный. Диагональ APS матрицы равняется 5,5 дюймам. Разрешение уже привычное, 1920 на 1080 точек. В итоге мы получаем 403 точки на дюйм. А следовательно, четкость картинки не должна вас расстроить. В прошлом поколении Mi Note 2 производитель установил OLED-матрицу и получилось, честно говоря, так себе. Было много брака и экраны от поставщиков были явно не первого сорта. В этом Xiaomi решили не экспериментировать и установили добротную IPS-матрицу с хорошими углами обзора. Яркость также откалибрована без нареканий. На солнце картинка читаема, в темноте нет эффекта вырви глаз. Мультитач распознает до 10 одновременных касаний. В настройках системы традиционно есть возможность изменить цветовую температуру на теплую или холодную, а также включить фильтр синего цвета, который защитит ваши глаза от усталости при ночном чтении с экрана. Традиционно для смартфонов Xiaomi работает наш гость под управлением собственной оболочки на базе операционной системы Android. Собственная оболочка не несет кардинальных изменений в сравнении с предшественником, но все же работает быстрее. Особенно это касается программ в фоне и количестве потребляемой оперативки. Для тех, кто пользовался девайсами китайского производителя, не составит труда разобраться с настройками системы. Для новичков оболочка может показаться перегруженной, но в то же время она дает гораздо больше возможности кастомизации, нежели голый Android. Настроить можно практически все. Повторюсь, что система работает без каких-либо проблем. Зависаний и вылетов во время тестирования не наблюдалось. За производительность смартфона отвечает, пускай не топовый, но все же мощный чип Snapdragon 660. Он включает в себя 8 ядер с максимальной частотой 2,2 ГГц. Объем оперативки, как было сказано, тут внушительный – целых 6 ГБ. В синтетическом тесте Antutu аппарат набирает почти 113 тысяч баллов, что свидетельствует о мощности железа. Соответственно, в играх смартфон также показывает себя молодцом. В вездесущих танках количество кадров на высоких настройках не опускалось ниже 50. Нагрев в 3D-играх, конечно, есть, но он незначительный, да и троттлинга практически нет. Безусловно, железо нашего героя имеет задел на будущее, что очень приятно для потенциальных покупателей. Автономность, так же, как и производительность, в Mi Note 3 выше всяких похвал. Аккумулятор на 3500 мАч в связке с энергоэффективным процессором выдает по итогу полтора дня автономной работы. При этом имеется в виду активный режим работы с выходом в 4G-сеть, использование GPS-навигации. Режим работы экрана составил 6 часов, а видео можно смотреть непрерывно примерно 8,5 часов. Согласитесь, что для такого аккумулятора очень достойные показатели. Вдобавок не забыли про наличие быстрой зарядки Quick Charge 3.0, которая позволит за первые полчаса зарядиться на 50%. По беспроводным интерфейсам можно сказать следующее. Смартфон поддерживает их все, в том числе и NFC. В минусы можно записать разве что отсутствие FM-радио, хотя оно сейчас присутствует не в каждом устройстве. Навигация определяется без проблем. LTE-соединение стабильное и даже отсутствие 20 банд не сказывается на качестве приема. Отдельно отмечу наличие Bluetooth 5.0, что позволяет подключать сразу несколько устройств к аппарату. По звуку не так все однозначно. Производителям заявлено наличие стереоэффекта, когда основному динамику помогает разговорный. В нашем случае разговорный динамик не особо громкий, и помощи от него можно не ждать. В целом звучание типично для современных смартфонов. Имею в виду для тех, кто не оснащен фронтальными стереодинамиками. В наушниках ситуация получше, хотя и приходится через костыли подключать 3,5 мм гарнитуру. Звук басистый и не плоский. Запас громкости нормальный, а большого, думаю, от наушников и не ждут. Основная камера состоит из двух сенсоров, каждый по 12 мегапикселей. Отличаются они между собой значением диафрагмы и углом обзора. Если же говорить про качество, то оно схожее с фотографиями, сделанными на Mi 6. Благо и камеры аналогичны у девайсов. Днем, да и в ночное время фотографии выглядят качественными. Правда ночью, конечно же, детализация становится хуже. Имеется функция боки, и работает она не совсем гладко, порой замыливая лишние детали. Запись видео возможна с разрешением 4К, и плюсом отмечу наличие 4-х осевых стабилизаций. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей также выдает довольно приемлемые результаты. В целом, по камерам аппарат понравился. Конечно, это не топовые сенсоры, но полученными результатами вы точно не будете разочарованы. Xiaomi Mi Note 3 отлично собранный девайс в стильном корпусе. У него качественный экран, достаточная производительность и приличные камеры. Так что, если вы ищете гаджет по душе и не желаете переплачивать за смартфоны а-брендов, то советую присмотреться именно к Mi Note 3. На сегодня все. Спасибо за просмотр и ждите новых роликов совсем скоро!